Знаете ли вы, почему мы на Новый год украшаем именно ёлку? Что использовали вместо игрушек старину и как наряжают дома к празднику в разных странах? Будем разбираться вместе! Не знаю, как вы, а я очень люблю Новый год! Всё вокруг становится красивым, сияют огромные гирлянды на улицах, а в домах стоят сверкающие нарядные ёлочки. В каждой стране есть свои новогодние традиции и украшения. В Бразилии зажигают свечи в каждой комнате, в Израиле раскладывают фрукты, в Индии развешивают цветы, а в Европе наряжают ель. Оказывается, 300 лет назад в нашей стране не то, что ёлки, но и снега на Новый год никто не видел. К нам эта традиция пришла попозже гораздо, так как мы справляли не зимний Новый год, а новолетие, первого сентября. Наряжали, конечно, не ёлочку, а вишня была праздничным деревом. Праздновать Новый год зимой, как европейцы, решил царь Пётр Первый. А при другом правителе, Николай Первым, начали ставить и украшать ели в домах. Эту традицию привезла в нашу страну из Пруссии его жена, императрица Александра Третья. А правда ли, что в старину ёлку украшали продуктами? Всё верно. Что колбасой украшали? Нет, её украшали яблочками красными. И ещё висели на ней розы, тоже съедобные, засахаренные. Пряники, орехи, конфеты, имбирные печенья. Деткам позволяли подходить, всё снимать и съедать. Однажды в Германии случился неурожайный год. Это было в 1848 году. В стране совсем не было красных яблок. Чем же украшать ёлку? Именно тогда некоторым ремесленникам пришла идея сделать красные шары из стекла. Оказывается, стеклянные украшения раньше стоили очень дорого. Купить лет 200 назад один шарик было всё равно, что сейчас автомобиль. Приходилось мастерить игрушки из подручных материалов. Игрушки есть картонажные, то есть из картона. Ещё есть игрушки из ваты, фрукты, овощи, человечки, животные, сказочные персонажи. Из лыка, лошадка, звезда, из тряпицы, ангелочки. Пряники тоже подвешивали. А ещё вот вифлемская звезда из соломки. Да, а красиво смотрится. Но времена менялись. К началу 20 века в России работало уже несколько фабрик по производству стеклянных украшений. Одна из главных профессий на фабрике по производству ёлочных украшений – стеклодув. Он действительно дует разогретую на огне стеклянную трубочку, добиваясь нужной формы изделия. Оказывается, именно наши российские стеклодувы придумали делать бусы для ёлки. А ещё они стали изготавливать игрушки с помощью вот таких специальных форм. Вот эту пульку нагревали, вставляли, зажимали формочку. Бусик дули и вынимали на усики уже игрушку. Так получились верхушки для ёлок, различные капельки, листочки, колокольчики и другие популярные украшения. На этом всё. Присылайте свои вопросы на нашу почту. И репортеры-почемучки на всё найдут ответы. Всего хорошего!